Президент США Джон Кеннеди мог быть убит КГБ, кубинским контрреволюционерами, мафией или же американскими спецслужбами. Авторы подобных конспирологических теорий до сих пор уверены, что ФБР и ЦРУ так и не раскрыли истинных причин и не нашли виновников гибели Кеннеди. Пресечь все подобные теории заговоров должны были секретные файлы, публикации которых ждали 25 лет. Но в последний момент президент Трамп внял доводом разведки и часть документов все-таки осталась под грифом «секретно». Тем не менее, теперь мы знаем, что единственный официальный подозреваемый Ли Харви Освальд, который какое-то время прожил в СССР, за несколько недель до убийства связывался с советскими дипломатами в Мексике. Из рассекреченных файлов стало известно, что американцы прослушивали посольство СССР в Мехико. В разговоре с консулом Освальд, а он говорил на ломаном русском, пытался получить либо советскую, либо кубинскую визу. Эта информация дала очередной толчок к выстраиванию конспирологических теорий. Секретные материалы в Вашингтоне изучил Тихон Дзюдко. В здание Национального архива США в эти дни не пускают прессу. Ажиотаж в связи с публикацией документов по делу об убийстве Кеннеди настолько велик, что в архиве говорят, все будет на сайте, этим и довольствуйтесь. И это неудивительно. Убийство Кеннеди обросло таким количеством конспирологических версий и теорий, что в новых материалах все ждут ответов на свои вопросы. Тем более, что эти исторические, казалось бы, события даже спустя более чем полвека остаются темой современности настолько, что даже стали частью недавней президентской кампании. Все, что я сделал, я всего лишь обратил внимание на то, что на обложке National Enquirer изображены он и безумец Ли Харви Освальд. Они завтракают. Он – это отец сенатора Теда Круза Рафаэль Круз. Дональд Трамп, здесь он еще бьется за номинацию от республиканской партии, решил нанести удар по конкуренту мощным компроматом. Фото с обложки топлоида National Enquirer, конечно, ни о чем не говорит. Нет никакого подтверждения того, что рядом с Освальдом именно Круз. Да и сам Трамп впоследствии заявил, что ничего такого не имел в виду. Удар по репутации консервативного сенатора от штата Техас будущий глава государства, очевидно, не нанес. Зато вновь поднял волну конспирологических теорий об убийстве Кеннеди. Вот так 45-й президент. Вернул в большую политику 35-го. По иронии судьбы, именно Дональду Трампу с его рекордом антирейтингом предстояло пролить свет на гибель одного из самых популярных лидеров в истории США. Долгожданная публикация документов по Джону Фиджеральду Кеннеди состоится завтра, 26 октября. Так интересно? Опубликована только часть. Не придавать огласки всю секретную информацию Трампа убедили представители спецслужб. Некоторые материалы были признаны слишком чувствительными. А потому на сайте Национального архива выложен 2891 документ. Несколько сотен по-прежнему для широкой публики недоступны. Среди опубликованного информация о поездках и встречах Ли Харви Освальда до убийства Кеннеди, прослушки его звонков в советское посольство в Мексике, донесения информаторов ЦРУ и ФБР и прочие данные, связанные с делом. А порой как будто бы и не связанные. Например, об интимной связи Роберта Кеннеди, тогдашнего генпрокурора с Мэрилин Монро. Многие из документов написаны мелким и неразборчивым почерком, заметки на полях и правки. На изучение всех материалов, возможно, уйдут месяцы. Убедят ли они сторонников конспирологических теорий в том, что Ли Харви Освальд был стрелком-одиночкой? Едва ли. Это кадры из фильма Оливера Стоуна «Джиэф Кей» и Джон Кеннеди. В основе правдивая история окружного прокурора Джима Гаррисона, 1969 год. Герой, традиционно одинок и непонят, тщетно пытается убедить присяжных в том, что 35-й президент погиб в результате заговора кубинских контрреволюционеров и правительства США. Фильм получил десятки премий, высокие кассовые сборы и самое пристальное внимание Конгресса. Стоуна даже пригласили выступить на заседание. Именно его картина стала причиной очередного массового помешательства на почве убийства Кеннеди. И тогда, в 92-м, специальная комиссия Конгресса постановила все документы раскрыть через 25 лет, то есть в 2017-м. Срок подошел и вот раскрывает секреты Дональд Трамп, который и сам падал на конспирологические теории. Профессор истории Американского университета Питер Кузник вместе с Оливером Стоуном написал книгу «Нерассказанная история США». Над словами Трампа о возможной связи Ли Харви Освальда с отцом Теда Круза смеется. Но и в официальную версию о том, что убийца был стрелком-одиночкой, не слишком верят. Джон Кеннеди, говорит, Кузник мог стать жертвой заговора, потому что его готовность налаживать отношения с Советским Союзом и Кубой не нравилась слишком многим в Пентагоне и ЦРУ. Раскрытие засекреченных данных профессор в целом одобряет. Эффекты разорвавшейся бомбы эти документы не произведут, но они могут ответить на важные вопросы. Что Освальд делал шесть дней в Мехико, где, как мы знаем, он посещал Советское Кубицкое посольство. Что он делал в Новом Орлеане, где он работал как со сторонниками, так и с противниками Кастро. Там будет информация о высокопоставленных сотрудниках ЦРУ, которые не выносили Кеннеди и были против его политики. Впрочем, у нежелания американских спецслужб публиковать все документы по делу об убийстве Кеннеди может быть гораздо более прозаичная причина, чем стремление скрыть заговор. О деятельности ЦРУ из документов становится известно много занятных деталей. Например, члены Конгресса в переписке обсуждают информацию о том, что спецслужба платила деньги 40 журналистам, чтобы они писали статьи в поддержку официальной версии убийства. Лихарви Освальд, как известно, был убит через два дня после Кеннеди, прямо в полицейском участке. Из рассекреченных документов следует. ФБР предупреждала полицию об угрозе для жизни Освальда. В СССР, как становится известно, опять же из рассекреченных файлов, считали, что смерть Кеннеди – это результат заговора политической верхушки США во главе с вице-президентом Линдоном Джонсоном. Впрочем, скептики будут по-прежнему считать, что самые главные документы были уничтожены еще полвека назад. Сходятся историки, пожалуй, в одном. Дело Кеннеди, кто бы его ни убил, надолго подорвало доверие к американской власти. Это действительно поворотный момент. Доклад комиссии Уоррена об убийстве Кеннеди никого не убедил. Он выглядел как попытка прикрыть правительство, а потом доверие к правительству подорвал Вьетнам. А потом отергейский скандал, а потом комиссия Черна вскрыла нарушение спецслужб. Люди поняли, что официальная версия и реальность сильно отличаются друг от друга. Согласно нескольким опросам, проведенным в последней неделе, больше двух третей американцев считают, что убийство Джона Кеннеди дело рук не преступника-одиночки, а результат масштабного заговора. В Национальном архиве США рекомендуют всем конспирологам почитать секретные материалы. Впрочем, совсем не факт, что они дадут ответ на главный вопрос — кто убил Кеннеди. Тихон Зитко, Аркадий Бритов, Семен Лобачев и Денис Малинин, RTVI, Вашингтон.